Давайте все-таки продолжим. Я знаю о том, мне всегда это было интересно, что, ну, во-первых, я хотел бы к этому добавить еще, о чем ты сейчас говорил, что у тебя, кажется, это, а, нет, это Спешиков в другой стадии, вы уже для взрослых ставили, да? Да, да, ну, это спектакль очень много, музыкальный спектакль. Ну, может быть, время останется, и потом об этом еще, потому что там тоже можно много рассказывать. Конечно. Но мне кажется, очень интересно было бы, чтобы ты рассказал, как же вы со своим другом, с нашим общим другом, с Игорем Ковалевским, покоряли Европу на велосипедах, потому что... Нет, 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 ты путаешь, с Игорем Ковалевским Индия была. А, Индия, извини, я тогда, да, ну, сам расскажешь, ты же лучше знаешь, поэтому... Ну, я коротко, я сделал то, что я уже... С кем ты был? Тогда у меня была проблема, началась вот со зрением, и мы глаукома, обнаружили глаукому, и я увлекался, в общем, я увлекался индийской литературой, индийской философией, и, значит, я хотел поехать, значит, вот, было время, когда я с английского языка переводил даже Раджнеша, Шри, Пхагван, Раджнеш, Оша, тогда еще это было все подпольно у нас было, книги были, их достать можно было только, честно говоря, из-под полы, вот, вот, это дело серьезное, это был 80-й год, 81-й, до этого я занимался Кришнамурти, замечательным философом индийским, потом вот Раджнеш, Римпоче, и в конечном итоге я увлекся Саи Баба, ну, известный, да, Саи Баба, вот, был такой, он религиозный деятель, он и философ, он и религиозный учитель, и я задумал, что я решил поехать в Индию к Саи Бабе, в Путапарти, это место называется Путапарти, под Бангалором, стал продумывать, обдумывать, стал читать его книги, изучать, мне очень захотелось с ним увидеться, вот, и получилось так, что мы в это время стояли в палатках в Коктебеле, рядом с Сашей, я недалеко, и вот, когда, я все решался так, когда ехать надо, вот, не надо, и вдруг, дорогие друзья, там, кто нас слушает, кто нас видит, получилась какая-то мистическая вещь, до сих пор, вот, если бы не Ковалевский, никто, наверное, не поверил, но он был свидетелем, мы с ним, вот, сидим, значит, вот, на этой зеленке, лето, значит, мы искупались, уже высыхаем, сидим, репетируем, ничего на нас нет, одежды нет, мы голышом, ребята, у нас гитары, мы репетируем, Игорь здесь, напротив меня, я здесь, у меня бонги, и прыгают кузнечики, все время, помнишь, да, Саранчана, прям на нас, там все прыгало, я все время сбиваюсь с ритма, потому что я, фу, это Саранчан, то туда, то сюда, вот, над нами чистое небо, вечер, нет никаких, ни самолета не прилетает, ну, ничего совершенно не прилетает, вот, над нами, то есть, то, что, вот, откуда-то что-то могло упасть, вот, говорю абсолютно, вот, с чистой совестью, исключено все это дело, и вдруг, значит, мы продолжаем, там, «Странники в ночи», на мои стихи написано много песен, в смысле, вот, на красивые мелодии, на БСММУ, «Странники в ночи», мы сидим, репетируем, и вдруг, я чувствую, что у меня в голове что-то зашевелилось, у меня волосы, волосы такие всегда были, там, полпушистые, на волосах ничего не было, потому что, я повторяю, что мы плавали, купались, и потом все это, волосы высохли, и было абсолютно, так сказать, ну, ничего, в волосах даже не было никаких этих водорослей, и вдруг у меня что-то зашевелилось, причем сначала шевеление такое, знаете, как иногда бывает, когда в голове там сверчок какой-то, а потом все сильнее и сильнее, и как-то прямо вот так вот, и я вот так вот хватаю, я думал, что это саранча, Саша, да, Наташа? Я думал, что это прыгнуло саранча, и у меня застряло в шевелюре. Я ее так вот смахнул, и говорит, да что ты, давай, что-то нормальное так, я говорю, да, и вдруг мы увидели, когда я смахнул, это упало, и мы, я говорю, а что это такое? И он тоже посмотрел, ой, я поднимаю электронные часы, красивые электронные часы, представляете, а я-то уже знал, что Саи Баба, что он материализует руками, он может так вот так, как-то раз, и у него там и кусочек золота, или кольцо золотое, и из песка он может так вот делать, и прямо на глазах, как описано людей, вырастает какой-то металл, это, оказывается, кусочек золота, хотя, я, честно говоря, до сих пор плохо понимаю, как такое возможно, и все. И я подумал, что, так, Саи Баба, которого я внимательно читал, изучал, и уже собирался, и поскольку это часы, и они мне не упали, они не ударились сверху, они просто изнутри вдруг, как будто бы выросли, прямо вот так вот, раз-раз-раз-раз-раз-раз, и оп-па, и упали. Я понял, Саи Баба назначил мне, надо ехать, время, пора, вот тебе часы, пора ехать, пора ехать. И я сказал, Игорь, все, я приезжаю, я покупаю билеты, и еду в Индию, в Путапарте к Саи Бабе. А он говорит, ты знаешь, я с тобой, он был впечатлен настолько, он сказал, ты знаешь, я с тобой. И мы купили с ним билеты, и мы полетели в Индию, а у Игоря была какая-то проблема со здоровьем, и он сказал, что я буду голодать. И вот на моих глазах, он съел последний раз там, ну, это, чикен, курицу в самолете, и мы сошли в Дели, сошли в Дели, и больше, 18 дней, Игорь Ковалевский, хотя с гитарой мы идем, с чемоданами, с гитарой, вот, он ничего не взял в рот, только вода. При этом мы трое суток были в Дели, потом мы поехали в Мадрас, в направлении к Мадрасу, потом мы были у Робинды Гоша, да, у Робинды Гоша, мы заехали к нему в Ашрам под Мадрасом, вот, это, забыл, это местечко, как оно называется, но вспомню, на его могиле были. Оттуда, через Мадрас мы поехали в Бангалор, из Бангалора мы ехали долго в Путапарти, и где-то дней 7-8 мы были в Путапарти, и практически мы должны были встретиться с этим замечательным Саи Бабой. Мы каждый день были на Даршине, так называемый Даршин, потому что огромнейшая такая вот площадка, собираются люди, с утра, очень рано, там делается так, значит, люди приходят, садятся в разные, там, рядами, и вытаскивают какие-то, как, знаете, эти самые, номер такой-то, номер такой-то. Почему? Потому что самое главное занять первые места, потому что дальше 7-8 ряда Саи Баба, он уже был старенький, в оранжевом одеянии, он уже дальше 8 ряда не уходил. Он просто ходил и подходил, и вот так вот клал руку на плечо человеку, подходил, клал руку, человек этот вставал, у всех были галстуки, у кого синие, у кого зеленые, у кого желтые, у кого красные, вот, и если он кому-то положил руку на плечо, и человек встал, и у него есть галстук, он снимает этот галстук, этим галстуком машет, и все, у кого эти галстуки, это значит Англия, например, англичане, кто есть, это принадлежность к стране, и все, кто хочет, они подходят, и он принимает их на собеседование, вот. И мы каждый день эти галстуки с Игорем надевали, но нам не выпадало, не выпадало, и однажды мы плюнули, это был единственный раз, когда мы галстук не надели, не надели. И что вы думаете, именно в этот день Наташа, девочка с редким именем Наташа, вдруг он накладет руку ей на плечо, она встает, снимает наш российский галстук, и машет им, мы аппа, а галстуков у нас нет, а выйти уже нельзя, нас обратно уже полицейские не пустят, потому что это очень тяжело, тяжело было. И это был единственный раз, когда мы должны были с ним встретиться, я еще говорю, боже, я же приехал с ним поговорить, и не получилось. Но ребята были на шине, потом рассказали, я говорю, Наташа, ну как, она говорит, нет, нет, я сейчас пока не могу, ой, это что-то необыкновенное. Ну вот это необыкновенное так и осталось, потому что через два дня мы уехали, и больше мы уже не, ну, во всяком случае, ну, мне этого хватило. Вот, и дальше мы уже поехали на юг, и остались на берегу океана, и жили на берегу океана, целых два месяца пробыли, давали концерты, выступали. Ну вот, вот примерно вот такая история была, но то, что вот Игорь проголодал 18 дней, меня это так впечатлило, что потом, Саш, ты знаешь, я потом стал практиковать голодание, я длительное, серьезное, и практикую до сих пор. Сразу вспомнил еще про одного нашего знакомого, вспомнил про него. Это кто? Уникальный, ты его тоже помнишь, и знаешь, просто он звонил недавно, где-то, ну, может быть, там, 3-4 месяца назад, наверное, звонил. Да, это кто же? Саша Горелик. Саша Горелик, камышовый кот. Камышовый кот. Звонил уникальнейший человек, я хочу сказать, уникальнейший. Да, уникальный, уникальный. Ну, да. Так мы с ним познакомились. Так мы с ним познакомились. Ну, я не знаю. Саша, так это вот в Индии, в Путапарте, я же сказал. А, ну, да-да-да-да-да. Так я, вот почему, я чувствую, что надо об этом сказать. У меня были какие-то проблемы с телом. О, Сихолыч, вот, вот я об этом как раз... Посмотри, как я, конечно, вовремя встречал, да? Молодец, молодец. Да, я вовремя встречал. Но я чувствую то, что, понимаешь, я тоже забываю знакомых много, друзей. Комушову кота я возил к Каманьу, к Маргарите Осиповне с Ольгой Николаевичем, они в гостях были, он уникальнейший человек, он уникальнейший почему, потому что последний, то что мы с ним разговаривали, общались с ним, он собирал, например, ходил, собирал игрушки для детей и отвозил в детский дом игрушки, понимаете, он всю жизнь посвятил вот этой благотворительности, первое, второе. Он книги привозил. У него, да, он тоже очень много занимался голоданием, вот этими всеми вот восточными. На моих глазах это происходило там же, вот в Каманье. А теперь хочу, может быть, немножко с юмором, не знаю как. В Москве мы с ним снимались, даже фотографии есть, он ходил зимой в лютый мороз, где-то минус 25 градусов, когда мы были у Каманьих, он в одной рубашке ходил, в одной рубашке. А до этого он ходил босиком вообще по Москве. Но ему потом запретили, значит, полиция запретила ему ходить в метро босиком. И вот он мне там, у меня сам рассказывал, он нормально, жив, здоров. Откуда у него, да, ты абсолютно прав, у него большие вот такого размера у него, мне трудно и, наверное, нехорошо показывать. Не показывать не надо. Но дело-то в том, что он очень интересовался, ну, всякие, он был, короче говоря, приезжал на аномалию, называется, кажется, Курской аномалией, если не ошибаюсь, туда ездил. Он там это вот приобрел, то есть там, по-видимому, что-то с радиацией связанное. И, конечно, он с этим тоже, по-видимому, боролся как-то, как я понимаю, но он спокойно, правда, к этому относился. Он даже никогда почти не рассказывал про это. Но страшно было смотреть. И вот этот человек спокойно ходил в рубашке, в мороз, да еще босиком по Москве ходил. Его только в метро не пускали, да. Я не знаю, сейчас ходит он или не ходит, он звонил мне, иногда мы общаемся, видишь, как я хорошо попал. Да, мы там с ним, там с ним точно, я вспомнил, вот так познакомились.